Здравствуйте, дорогие друзья, добрый день. Рад вас приветствовать. Меня зовут Олег Лутохин, я директор музея Бориса Ельцина. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами, что вам не помешали ни выходные, ни смог, который с утра стоит и издает ужасный запах, наверное, от Якутии, не знаю. В общем, спасибо, что вы с нами. Это очередное мероприятие, программа, целая серия мероприятий, посвященных событиям, которым мы сегодня отмечаем 30 лет. 19 августа 1991 года, августовский путь и следующие за ним несколько дней, которые в нашей череде праздников завершатся в воскресенье, 22 августа мы отметим 30 лет российского флага, друзья. Ну, а сегодня, 21 августа, в рамках публичной программы выставки Площадь Свободной России, мы встречаемся с историком, профессором Николого Углевской духовной семинарии Владимиром Лавровым. Я рад представить автора. Владимир приехал не с быстрыми руками, Владимир приехал с книжками. Сегодняшняя наша встреча задумывалась как презентация книги. Ну, я думаю, что она же может превратиться в диалог и просто в публичное выступление. Я надеюсь, что, надеюсь на ваши вопросы и надеюсь, что мы с вами плодотворно и интересно пообщаемся. А если вы еще не видели выставку, то, пожалуйста, после этой лекции или той, которая будет сразу за ней, сходите в первый этаж в холки на конференц-зал. Владимир, любимое слово. Спасибо. Я благодарен всем, кто пришел в такой жаркий день. И о книге. Я сначала расскажу о книге минут 30-35, наверное. Потом действительно было бы хорошо услышать вопросы, мнения. Я остановлюсь на каких-то таких ключевых вопросах понимания того, что с нами тогда произошло. И, конечно, могут быть разные мнения. Вообще, если в стране существует только одна точка зрения по важной проблеме, значит, что в стране диктатура. Как во времена краткого курса ОКПБ, истории ВКПБ, значит, должны быть разные точки зрения. Вот эта книга, которая здесь представлена, это в основном мои дневниковые запуси. В январе 1991 года войска штурмовали вильнюсский телецентр. Когда было убито более 10 людей, и вот тогда я почувствовал, что началось. То есть, когда было кровопролитие там в Средней Азии, я этого не чувствовал. Когда было даже в Тбилиси, там более 10 девушек, солдаты зарубили, разгоняя соперными лопатками. Вот как-то не чувствовал. Это просто субъективное восприятие. Но вот когда были применены войска, танки в Вильнюсе, я почувствовал, что это будет в Москве. Вот кровь лилась в Вильнюсе, а кровью пахло в Москве. Вот субъективное ощущение такое. Я историк. То есть, я понял, что вот начинается... Вот иногда история приходит в движение. Вот так вот сейчас стабильно, 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 а потом она вдруг приходит в движение. И что из этого выйдет, еще неизвестно. Вот. И я стал вести дневник. Вот это вот начало. И тогда же, когда вот руководство страной применило и сейло против народа, было понятно, что это руководство. Потому что, ну, официально было заявлено, что войска бросил коменданта Вильнюса по фамилии Ускопчик. Ну, для тех, кто хоть немножко соображает, было понятно, что комендант Вильнюса не может вызвать спецчасти из Москвы, из московского региона. Это невозможно. Это может министр обороны, и то, если очень смелый, а скорее всего, верховный главнокомандующий, которым был тогда Горбачев. Это, кстати, к вопросу о том, что сейчас появилось много публикаций, что Горбачев был категорически против насилия. Ну, вот подавляли и в Кбилиси, и в Вильнюсе. Вот, и я тогда впервые вышел на демонстрацию. Демонстрации уже в Москве проходили массовые. Может быть, здесь начались наиболее массовые. Потому что, ну, и другие люди почувствовали, к чему дело идет, к какой развязке. И вообще я склонен просто, как ученый, анализировать, не участвовать, а анализировать, наблюдать. Вот это мне интересно. Ну, когда вопрос вот стал становиться ребром, я вышел на улицу. Помню этот первый шаг с тротуара на улицу Горького, на Тверскую. С некоторым трудом я перешагнул, потому что это был шаг. И в том числе, когда я участвовал и в запрещенных демонстрациях, и когда выводились войска в Москву в марте 1991 года, все это записывал. Причем жил на Украине. Вот был такой момент в моей жизни, когда год мне негде было жить в Москве. Я жил на Украине, полюбил Украину как свою вторую родину. И тоже был свидетелем очень многих событий. Я жил в Венеции, и события в Венеции, и в Киеве. И видел демонстрации в Киеве. Это тоже очень интересно. Я описываю вот в книге, как это происходило, скажем, 1 мая 1991 года, потому что сейчас вот трудно представить, но в 1991 году украинские националисты выступали вместе с шахтерами Донецка. Сотни шахтеров приезжали в Киев. Я вот был свидетелем, значит, влился в одну, значит, не знал, что будет демонстрация, просто я люблю Киев. По пути в Венецию заехал в Киев, на любимый Крещатик, смотрю, идет колоссальная демонстрация. Спрашиваю, кто вы такие? Мы демократы. Ну, я влился в их ряды, значит, разобрался. Это украинские националисты, рух, вот такое движение было, и шахтеры, причем впереди шахтеры, сотни шахтеров в этих касках. Демонстрация, оказывается, запрещенная. Бросили ОМОН. Ну, попробуй брось ОМОН против шахтеров. Знаете, это против студентов в Москве, значит, одно. Вот эти здоровенные ребята, сильные, с чувством собственного достоинства, и я видел, как это происходило. Но шахтеры были сильнее ОМОНа. Видите, как? К тому же, это сейчас ОМОН, это вот такие вот космонавты, а тогда это были щупленькие ребята, которых вот там 18 лет призвали. Ну, что такое для шахтера, который занимается физическим трудом. Вот, значит, вот это я видел, это я описываю. Описываю, что было в Венеции, значит, это вот уже начало западной Украины. И в том числе, опять же, как историк, мне было интересно, я пошел на миссинг руха, значит, украинских националистов. Антирусская резолюция. Кто за, поднимите руки, все поднимают руки. Я против. Один. Все оборачиваются на меня с удивлением. Ну-ка идите, объясните вашу позицию. Пришлось выйти, объяснить позицию. И, знаете, я описываю, как это происходило. Я высказывал другую позицию на миссинге украинских националистов. Вот, 19 августа 91-го года застала меня в Венеция. Что делать? Ну, был бы в Москве, пошел бы к Белому дому. Но я в Венеция. Что делать? Ну, пошел к украинским националистам в рух. А куда еще? А больше ничего нет. Вот можно было сколько угодно ругать. Рух. И ругали. Значит, я в основном общался, жил в среде русских, русских военных. Ну, ругай, не ругай, а это единственная сила, которая могла заявить свою позицию, выступить против ГТЧП. Вот принял участие в одном из их совещаний. Все это вот описываю, как это происходило. В общем, рух, конечно, моментами проявлял такую трусоватость, я бы сказал, руководители. Но, в общем-то, они выступили против переворота. Выступили шахтеры, объявили политическую забастовку, выступили всеукраинские с тачком. Интересно, что если вот в РСФСР сложилось демократическое движение, основой которого была интеллигенция. То есть, я вот выходил на московские демонстрации, там, ну, до 500 тысяч человек. Это колоссальная сила. Вот что-то массовое проходило. Ну, у нас когда, в конце 2011 года, ну, там 1100 участвовало. Поэтому проверяли, просвечивали, нет ли там чего-то. Ну, это когда 100 тысяч, и это можно сделать. Но когда выходит 500 тысяч, чего-то проверить. Это так идет, колоссальная масса, очень большая сила. Это чувствуется, что это сила. Причем, это был полный порядок. И чем обеспечивался этот полный порядок? Шли порядочные люди. Было очень много интеллигентных людей. То есть, интеллигентных лиц было больше, чем вот в театре. Можно было встретить. И вот здесь историческое такое замечание. В общем-то, если брать то, что у нас случилось в 1917 году, здесь большая вина интеллигенции. В том числе, русской интеллигенции. То есть, среди интеллигентов были очень распространены социалистические идеи, материалистические идеи и так далее, и так далее. Анаптические, даже феминистские, чего только не было. В результате катастрофы 1917 года. А вот тут, как бы, интеллигенция вернула долг. То есть, ее вклад был колоссальным. Были, разумеется, люди самых разных социальных слоев, но прежде всего бросалось, что очень много интеллигенции. Если брать вот, что сейчас, ну, на Болотной площади я не был, а вот до этого была такая вот демонстрация на проспекте Сахарова в 2011 году. Вот интеллигенции так вот на вид процентов 40. То есть, уже, значит, на меньше сейчас. А если вернуться к 1991 году, то вот, скажем, на Украине, да и в других республиках тоже никакого собственного демократического движения не сложилось. Были движения национал-демократические. За частную собственность, там, за свободные выборы, выборы с выбором. Но здесь играли большую роль местные националисты. То ли Москва как-то очень многих у себя, вот, как пылесос в тех тянуло, и на той же Украине не хватило интеллигентных людей, чтобы создать демократическое движение. То ли мы продолжали расхлебывать вот то, что страну разделили на республики в 1922 году и, скажем, движение демократической России. В РСФСР оно было, а на Украине уже не было. Тоже это по причинам раскола. То есть, какого-то единого всесоюзного демократического движения, к сожалению, не существовало. Вот обо всем этом пишу. И бывало в других местах нашей страны. Я немало езжу. И описываю, что было в 92-м, 93-м годах, в том числе в октябре 93-го я... Вот, в воскресный день тоже был. Меня будет жена, говорит, коммунисты взяли штурмом мэрию. Включил телевизор, не работает. Ну, это значит, захвачено коммунистами. Ну, что делать? Пошел. Пошел к Кремлю. То есть, поехал на автобусе, на метро. Вот, и был я тогда, в октябре, у Моссовета, на Тверской улице. Вот, когда коммунисты штурмовали Останкино и вырубили все телепередачи. Вот, кстати, Гайдар, он выступил из запасной студии. Вот, на Шаболовке она, оказывается, находилась. А вот, значит, я описываю, что это происходило вот рядом с Кремлемы, что происходило у Моссовета. То есть, люди стали проходить, приходить туда. Потом, ну, вот из этой запасной студии выступил Гайдар. Призвал, сказал, что сил не хватает, ситуация сложная, придите. Вот, потом он сам пришел и выступил вот с постамента, где памятник Юрия Долгорукова. Он все это описывает просто как свидетель. Очевидец событий. Ну, ситуация была такая, что вот для себя я решил так, что я, конечно, офицер запаса, офицер никудышний, но если потребуется, то оружие в руки возьму и, ну, сделаю все, чтобы не пропустить возврата в прошлое, возврата к диктатуре. Вот, оружие было перевезено. Я тут перевожу фотографию в фургон. Вот, как раз он был с оружием. Но оружие не выдавали. Вот, ждали. Вот, если ситуация будет критическая, то выдадут. Пулеметчики были установлены вот на крыше ближайших бы домов, вот на Натхерской, на напротив, на против Моссовета, который тогда вот возглавляли, говорил Попов, Сергей Станкевич. Вот такая была ситуация. Строили брикады, все это описываю. Ну, и последующие годы, годы президентства Бориса Николаевича Ильцина описываю. Что я описываю? Я описываю настроение людей. Я описываю быт, включая какие зарплаты, что на них можно было купить, что люди думали, что говорили о происходящем, о Ельцине, вообще о реформах, как это воспринималось. Вот это большая часть книги. Кроме того, в приложении содержится запись моей передачи в день отпевания Бориса Николаевича Ильцина в Храме Христа Спасителя. Была по маяку аналитическая передача, и целый час мы с ведущим обсуждали, что это за фигура, какую роль он сыграл. Если сказать о главном, то я выделил вот такой момент. Думаю, что историческая роль Бориса Николаевича Ильцина сопоставима с той ролью, которую в библейские времена сыграл Моисей. То есть Моисей вывел евреев из египетского плена. Сорок лет водил по пустыне, прежде чем вот привезти на землю обетованную. Что такое сорок лет в то время? Это одно-два поколения тогда. Сейчас люди живут, слава Богу, дольше, то есть даже одно поколение живет дольше, чем сорок лет. Но тогда Моисей столкнулся с тем, что выйти-то вышли, но в скорости возраптали, и стали говорить о том, а как хорошо при рабстве было. Но мы сейчас вот с тем же самым, вот читаешь Библию, но то же самое сейчас, сколько ли людей, которые хотят вернуться в то рабство, идеализируют то рабство. Уже многое забылось. Вот думаю, что вот такую роль он сыграл, и здесь в том числе и на срок надо, или можно обратить внимание, потому что, ну, вот такой долгий срок, сорок лет, он в том числе, в том числе, объясняется и тем, что нужно, чтобы ушли те люди, которые вот привыкли к рабству. Но сейчас не прошло и сорока лет, да, вот тридцать прошло. А если брать одно и два поколения, это осмысление того, что мы находимся в переходном периоде. Вот в нашей стране много переходных периодов. То к одному, от одного к одному, то от другого к третьему, и так далее. То есть мы в таком-то переходном периоде, где одна точка зрения, вторая точка зрения, люди готовы подраться из-за точек зрения, какие-то промежуточные варианты возникают, соединяющие, казалось бы, несоединимое. То есть, ну, скажем, появились коммунисты, которые заявляют, что они верят в Бога и так далее. Вот такой переходный период, ну, ну, что же, ну, никуда от этого не деться. Это интересно, может быть, где-то противно, что вот так вот бум-гумах, смута, неразбериха, но это вполне понятно, логично, никуда от этого не деться. Значит, сами события я определяю как революция, как русскую революцию 91-93-го года. Ну, есть авторы, которые считают, что никакой революции не было, но вообще-то я вполне согласен в данном случае с Лениным, хотя я отнюдь его сторонником не являюсь, наоборот, того, что революция является сменой экономического строя, ответственно, политического строя, социального, но тут тоже безусловно, безусловно. Вместо социализма сейчас мы имеем капитализм, можно говорить, что он, так сказать, плохой социализм, несовершенный социализм, делать массу оговорок, но все-таки мы живем в обществе с частной собственностью, с какой-то еще демократией, ну попробую вот говорить то, что вот сейчас все-таки говорится в нескольких средствах массовой информации, да и здесь, попробую такое сказать при Брежневе даже, не говорю при Сталине. Все-таки по-марксистски, по-леверски это безусловно революция, но у журналистов иногда какие-то другие события называют революциями, но это дело, значит, по публицистике, политологии, но тут вот вполне классическая революция. По периодизации, значит, периодизация, здесь возможно в разных формулировках, то есть революция конца 80-х, начало 90-х годов 20-го века, другая формулировка, революция рубежа 80-х, 90-х годов, третья формулировка, мне кажется, более точная, вот какую я даю, потому что 91-й год это вот решающий год, это год, когда была сохранена от власти КПСС, это важнейшее событие, а вот что было до этого, это можно характеризовать как вот первореволюционную ситуацию, если опять же вот исходить из такой марксистско-ленинской терминологии, но учли на встречу, в общем-то, ясно было, что к чему-то идем, к каким-то решающим событиям, это 91-й год, 93-й год это попытка коммунистического реванша в октябре 1993-го года, это ликвидация советской политической системы, которая у нас существовала и после поражения ГКЧП вот до осени 93-го года, ликвидация советов советской власти и новая конституция, Ельцинская конституция декабря 1993-го года, демократическая конституция, которая закрепила те буржуазно-демократические перемены, которые произошли в нашей стране, советская власть, она сосредотачивала в себе все, вот Верховный Совет, она и исполнительная власть, и судебная, и законодательная, было установлено разделение властей, и вот оно, во всяком случае, тогда, в 90-е годы, может быть, с какими-то огрехами, но все-таки существовало, вот такое разделение власти в соответствии с Конституцией 1993-го года, поэтому я вот так вот ставлю периодизацию 1991-1993-е годы, хотя какие-то процессы шли и дальше, и после 1993-го года, и сейчас продолжают, и возможно еще будут продолжаться идти. Как историк я тоже описываю, как воспринималось, как происходило, происходило целый ряд важнейших событий, но, говоря о 1991-м годе, это, конечно, распад СССР, распад, ну, в чем причины этого распада, ну, наверное, в целом и причины революции, и распада СССР, они схожи, и опять же, здесь можно даже по-ленински подойти, Ленин писал о том, что выиграет тот строй, при котором будет больше производительность труда, у него это прямо так написано, ну, вполне по-ленински получилось, потому что при капитализме было намного больше производительность труда, чем вот и в социалистической промышленности, тем более в сельском хозяйстве, у нас большинство колхозов в софхозах вообще были убыточные, но победил тот строй, где, победил за счет чего, за счет частной собственности, за счет конкуренции, за счет личной частной заинтересованности в своем труде, вот за счет чего, вот, вот, вот это главное, это вполне по-ленински получилось, хотя вот коммунисты предпочитают забывать какие вот элементарные вещи, вот, но кроме того, если говорить о распаде СССР, нужно иметь в виду и то, как он образовался, то есть, ну, в 1922 году было две точки зрения, одна сталинская, Сталин был наркомом по делам национальности, новообразовавчивость республики входит в РСФСР, в состав РСФСР, без права выхода, это план автономизации Сталин, Ленин, когда об этом узнал, он уже болел, он категорически выступил против и настоял на создании Союза Советских Социалистических Республик, куда входят все республики, якобы на равных основаниях, они равны с правом свободного выхода, вот это заложил в договор о создании СССР Ленин, Сталин сначала возразил, но потом присоединился к более сильному, к Ленину. И вот почему даже такое название Союз Советских Социалистических Республик, так государство с таким названием может существовать где угодно, хоть в Африке, хоть в Латинской Америке, потому что в названии нет ни культуры, ни истории, ни веры, ни территории, географии, ничего нет. А прямо вот в этом договоре о создании СССР, это вот самый конец декабря 2022 года, говорилось, что в СССР войдут все страны мира, все, вообще. И чтобы они не боялись, было дано на бумаге право свободного выхода. Также и советский гимн, серп и молот на всем земном шаре, не гимн, а герб. Почему на всем земном шаре? Потому что вот в договоре о создании СССР говорилось, что все страны мира. А кто-то мог бояться, и вот у нас право свободного выхода. Другое дело, что одно дело то, что на бумаге, а другое, что в живой жизни. Если кто-то начинал выступать за выход, а такие были. И в Грузии, и на Украине. Ну, их жизнь складывалась печальной репрессированием. То есть на бумаге это было, но попробуй начать за это выступать. То есть ни Ленин, ни Сталин не думали, что когда-то сложится такая ситуация, что договор начнет выполняться. Точнее, на основе этого договора была принята Конституция, и потом во всех Конституциях СССР осталось право свободного выхода. Вот ни Ленин, ни Сталин не думали, что Конституция будет выполнять. Но вот такие демократические времена, когда вдруг оказалось, что есть у нас основной закон, они все-таки наступили. Но особенно в 1991 году. И у республик такое право было, оно было законно. Другое дело, что, например, для меня, вот то, что мы разошлись с Украиной, это просто трагедия. Я люблю Украину, у меня друзья там, то, что разошлись в Белоруссии, трагедия. Я надеюсь, что мы все-таки как-то когда-то мирно воссоединимся, но воссоединимся, вот Конституция стала действовать. Это плохо, что они вышли, но они имели на это право. Вот ситуация 1991 года, декабрь месяца, и тут надо иметь в виду, что вот сейчас вот коммунисты вот с ненавистью относятся и к Ельцину, и к другим, кто вот якобы пьянами в этой Белорусской пуче, но вообще насколько надо иметь ограниченные мозги, чтобы думать, что несколько пьяных мужчин могут распустить такую страну. Такое не бывает. Есть причины. А причина экономическая несостоятельность, право республик на выход и так далее. Это целая тема. А вот и при этом коммунисты предпочитают умалчивать тот факт, что они в лицами голосовали в декабре 1991 года за распуск СССР. Стоя голосовали, стоя приветствовали и проголосовали. Вот это 12 декабря. Это было, есть даже видео, в каком они были в восторге. Сейчас вот как будто бы этого не было. Мы против. Значит, тогда было так, это тогда было ощущение, что нужны очень серьезные преобразования. Вот у меня в Москве было ощущение такое, что у нас в запасе может быть несколько недель, недели две. То есть универсалы, магазины штурмовали в 8 утра. В одном из соседних магазинов затоптали насмерть мужчину. А просто идешь днем пустые прилавки. То есть вообще пустые стоят старики, ждут, когда чего-то выбросят, без дела слоняются продавщицы. Вот социализм заканчивался экономическим крабом. И было ощущение, что если не начать сейчас, то вообще пойдут какие-то погромы и неизвестно что, какая-то смута. И вот это реформа Гайдара она началась 2 января 1992 года. Вот. Ну и кстати была вполне спокойно воспринята. То есть сейчас приходится сталкиваться с недовольством. Тогда я об этом описывал буквально день за днем по числам как это происходило. Но прежде появились первые товары. Боже мой. Но это значит, что по крайней мере детей своих маленьких я прокормлю. Это уже целое событие. А там еще что-то появилось. И в общем-то на глазах вот как по учебнику как какому-то экономике то есть ну тогда таких учебников не было. Но в принципе вот как мы читали даже того же Маркса. вот оказывается можно насытить рынок товарами. Это было сделано. Одновременно страшно росли цены, одновременно значит очень низкие зарплаты и так далее и так далее. Я вот тогда работал на четырех работах. По возрасту, по состоянию здоровья я тянул работать с утра до вечера, чтобы содержать жену и детей. Но если в сегодняшнем возрасте, я бы не потянул. Правда дети мои уже сами себя задержат вот. Но я бы не сотянул и не потянул. Я понимаю тех людей, которые не были способны много работать. Я понимаю тех людей, которым работу не предлагали, а мне предлагали преподавать тут, преподавать там, сделай подработку такую, другую. В общем удавалось выживать. Настроения людей менялись. Вот я постоянно чуть-чуть описываю, какие настроения были в Институте Российской Истории Иран. Вообще где-то в 89-м году вот я был свидетелем, когда даже коммунисты голосовали за Андрея Дмитриевича Сахарова. Потому что даже коммунисты понимали, что он так оставлять нельзя, вот так жить нельзя, нужны перемены. Проходит несколько лет и уже к Сахарову просто ненависть кипит. Отношения меняются. Отношения в основном прокоммунистические или нейтральные. Отношения меняются вот в такую сторону. Я об этом пишу и у меня был момент, когда я Борису Николаевичу Ельцину на автоответчик отправил очень гневное послание. Вот что я о нем думаю. Но это не помешало мне вот как историку осмысливать, что ну это необходимо было сделать. Это нельзя было не сделать. Вот у Александра Исаевича Салженицына есть точка зрения, он ее высказывал, писал о «Россия в обвале», у него такая брошюра есть интересная, что мы вышли из социализма по худшему варианту. Вот в беседе с ним я говорил, что на мой взгляд, как историка, не по худшему. Что такое по худшему? Выйти из социализма. Значит по худшему это выйти из него так же, как мы в него входили. А входили мы через красный террор, через гражданскую войну, гражданская война более 10 миллионов погибших, через голод начала 20-х годов, 35 миллионов погибших от голода. Вот так мы входили в социализм. Я уж не говорю о репрессиях и так далее. Вполне могло быть и в 90-е годы, вот аппадамбы современные называют их лихими, для меня лихими они не были. Да, было очень тяжело, но худшего, худшего, думаю, Борис Николаевич Ельцин, Гайдар, другие руководители страны, все-таки худшего смогли избежать. Гражданской войны, во всяком случае, широкомасштабной удалось избежать, все-таки вот и 91-й, и 93-й октябрь, это такие всполохи. Москва. широкомасштабной гражданской войны не было, широкомасштабного голода, когда вот миллионами Мерли, такого тоже не было, было очень тяжело, у меня вот один из разделов в этой книге называется «Недоедание». Вот оно было, было даже вот два момента, они просто вот подходят с синишкой, говорят, папу, я хочу есть. Мне нечего ему дать. Понимаете? Но потом как-то вот все вот на следующий день меня звонили Владимир Михайлович, и мы решили вам заплатить гонорар. Я уже не думал об этом, я забыл, не обязаны были заплатить, вот как-то вот, как-то все равно все складывалось, а главное мозг работал, то есть вот просто анализ, исторический анализ историка, что ну никуда не деться. Все равно не по худшему варианту, все равно из социализма нужно выходить, все равно буржуазно-рыночную, буржуазно-демократическую страну надо строить, никуда не денешься, и было понимание, что ну Борис Николаевич при этом сыграл ну огромную роль, вот его даже с Моисеем сравнивал, выдающуюся роль. Сейчас в основном говорят плохое, вот к сожалению у людей какая-то и память короткая, и забыли этот социалистический дефицит, когда ничего нельзя было купить, и бедные советские женщины всегда стояли в очередях. Доходило вот до комического, просто до комического. я в 86-м году сделал предложение жене, она вот из Винницы, она звонит маме, говорит, Володя, сделала мне предложение, а моя будущая тёша в ответ, а ты курицу не забыла купить? Вы понимаете? В Виннице курицу не купишь, колбасы не купишь, кормить мужа надо, а чем его кормить-то? Ничего нет. Значит, вот о такой жизни забыли, о плохом, о тяжёлом точнее помнят. У меня ощущение вообще, что Ельцин хотел построить процветающую страну и говорил об этом, и есть ощущение, что это искренне, но сделать это было очень сложно. Наиболее крупной ошибкой, на мой взгляд, я и об ошибках пишу, было, опять же, повторяю, на мой взгляд, то, что он не провёл декоммунизацию. Вот мог провести. В 91-м году после разгрома ГГК ЧП и в конце 93-го года после поражения коммунистического мятежа мог всё сделать. И ведь и запрещал коммунистическую партию. Запрещал, разрешал. Запрещал, разрешал. То же самое насчёт печати, насчёт вынаса Ленина, но надо сказать, что уже потом, уже уйдя с поста президента нашей страны, Борис Николаевич, честно говоря, что вот то, что я не провёл до коммунизации, не вынес Ленина с Красной площади, это моя ошибка. Ну, это действительно ошибки. и я думаю, что за эти ошибки ещё придётся расплачиваться нам, потому что, конечно, рано или поздно придём к какому-то столкновению сил, к каким-то событиям. Я не пророк, не берусь сказать, что это будут за события, но вот если брать то, что сейчас обсуждается, высказывается в связи с 30-летием, ну, я бы вообще остановился, может быть, сначала первое на часто всплывающем вопросе, а мог ли ГКЧП победить? Приводятся слова Гайда, рассказанные 19 августа 1991 года, что может ГКЧП победить на несколько лет, лет на 5. Вот так, Гайда. Недавно, буквально в эти дни, Сергей Станкевич высказался, что он на 2-3 года. Шейниц, один из авторов Конституции 1993 года, сказал, что но только на несколько месяцев. Вот я, как я вспоминаю, я и анализирую эти события, думаю, что ну на несколько месяцев все-таки. Потому что я вот уже сегодня сказал, что ну чем заканчивался социализм вот в конце 1991 года? Ну, ничего нет. Ничего не купишь. Вот лампочки элементарные не купишь. Лампочки выгорают, новые лампочки не купишь. У меня последняя лампочка осталась в туалете. А дальше все. Погружение в темноту. И вот в этот момент, значит, Гайдар начал реформу. Вот. Ну и что? А если эту реформу не начать? Мог ГКЧП с Павловым, с Крышковым начать реформу радикальную по типу с Крышковской? Да не мог. А это что значит? Пустые магазины, стихийные выступления людей, штурмуют, разбивают там витрины и так далее, и так далее. Сколько это могло продержаться? Все равно выступление против власти, ну, несколько месяцев, максимум, зима, весна 1992 года. А к тому же, вот опять же я сегодня говорил, ну, шахтеры объявили за Бастунку. Украинский стачком, всеукраинский объявил за Бастунку. Но все это могло разгореться в сопротивлении. Вот. И тут надо учитывать, как раз вот сегодня ко мне один из присутствующих подходил, говорил о роли КГБ в тех вот событиях. Но тут надо это тоже учитывать. Сейчас опубликовано, что в 1991 году был социологический опрос сотрудников КГБ. Вот предлагалось несколько вопросов, за кого вы готовы идти сражаться, чекисты. Один из вопросов за КПСС. Ответ за КПСС. Другой ответ за сохранение законности. Вот за КПСС высказалось 10%. Вы понимаете? 1991 год. 10% подавляющее большинство чекистов высказалось сотрудников КГБ, высказалось за сохранение законности. А ведь им, Кричковым, был дан приказ на штурм Белого дома. Были собраны десятки батареров у здания КГБ на Лубянке. Но чекисты, они не то чтобы не пошли, они потребовали от Кричкова письменного приказа. А Кричков не решился дать письменный приказ. Ведь они пошли на штурм. Он не состоялся на штурм 21 августа. Вот ровно 300 лет назад. На штурм. Вроде бы и не отказываются, но с другой стороны и не хотят это защищать. А вы на штурм не состоял и с первыми уехали на БТРах. Кстати, здесь можно сравнить и с ролью Бориса Николаевича Ельцина в октябре 1993 года. Генерал Горчев сказал, мы выполним приказ в штурме Коммунистического Дома Совета тоже в Белом Доме. Тогда Горчев потребовал письменного приказа. Ельцин отдал письменный приказ. Вот ведь как. Не побоялся взять всю ответственность на себя. Кричков боялся, Язов боялся, Павлов был в заполе, боялся. И это все не случайно, потому что вот при коммунистическом социалистическом строе, ну кто совершал карьеру, выходил на самый верх. Выходили, ну, молчалины, выходили приспособленцы, выходили те, кто вести начальству. В общем, несамостоятельные люди выходили. Вот какой момент. А Ельцин здесь смотрится как народный самородок. Вот я прямо в книге его так и называю народным самородком. И это видно, в общем, даже по его биографии. Посмотрите, вот я помню, вот тогда вот был студентом, сколько моих товарищей, девушек, ребят просто рвали когти, чтобы вступить в КПСС и благодаря КПСС совершить карьеру. Когда Ельцин вступает в КПСС? В 30 лет. Ну, значит, вот Горбачев совсем молоденьким, румяный комсомольский вождь, комсомольская работа, Ельцин идет работать на стройку. Это серьезное дело. Это не как Горбачев в комсомольских структурах. Стройка это серьезное дело, это общение с трудовыми людьми, Ельцин умел общаться, с простыми трудовыми людьми. Я думаю, что вот это вот именно народный самородок Борис Николаевич, что нам повезло. Вот такого сочетания, которое было у Ельцина, сочетания вот простой мужик и одновременно секретарь обкома, который поднаторел во всех этих схватках, в том числе подковерных, у которых есть различные знакомства, связи, вот все это два в одном, как сейчас говорят, было в лице Бориса Николаевича, этого не было у других лидеров демократии. Ну, совсем уж не было у Андрея Дмитриевича Сахара, у него другие были достоинства, у Савчика этого не было, при всем том, что это блестящий оратор. Вот, значит, вот это вот жизнь, история, Бог, дали нам вот такого лидера, который, конечно, совершал ошибки, но, в общем-то, смог страну вывести, и вот 30 лет, сейчас очень много критического слышно о так называемых лихих 90-х годах, широко распространена точка зрения, вот как хорошо бы, если бы КЧП победил, но я уже сегодня говорил о том, что это, ну, на мой взгляд, это невозможно, это только большая кровь. Вот, ну, очень много зависит от позиции руководителей страны, очень много зависит от центральных средств массовой информации. Вот, что нам дали, в том числе, вот эти 30 лет, что дали почувствовать, а смысл? Ну, вот, когда шла, скажем, правда, 90-е годы о Сталине, о коммунистической партии, то большинство критически относилось к Сталину, компрессиям и так далее. Не стоило изменить тональность того, что по центральным телеканалам появились про-сталинские передачи, и даже вот с оправданием Берия были телепередачи. Вот, жизнь показывает, что народ в значительной массе повторяет то, что ему говорят сверху большие начальники по центральным телеканалам. Вот, реальность, реальность, она такая. Но, все равно, если голова на плечах, если совесть сохранилась, то необходим объективный анализ, объективный. Ну, приходится даже сейчас сталкиваться с точки зрения, сейчас ГКЧП победил. Ну, я думаю, что это в основном такая эффектная журналистика, но, чтобы не было, сейчас есть частная собственность, чтобы не было прилавки полны продуктами. Вот, когда я думаю, скажем, о президенте Путине, я в том числе вспоминаю Александра Третьего. Александр Третьий был против освобождения христианства от крепостной зависимости. Был. Запретил праздновать Гадарсину освобождения христианства. Но Александр Третьий был не глупым человеком. Он не вернул крепостной право. Вот ведь как. Да, запретили праздновать, ну, в конце концов, перезали. И вот так. Вот, значит, одно дело личное отношение, другое дело то, что реально в истории происходит. И вполне возможно, что по характеру, по ментальности может быть Путину ближе к Керчукову. Вполне возможно. Это как-то отразится в средствах массовой информации, в официальной пропаганде. Но, тем не менее, вот, вот, сказать, что мы все растеряли, и господство ВКЧП, вот, на мой взгляд, это такой журналистский перехлест. Другое дело, что определенные негативные процессы, они даже нарастают, вот, вплоть до политических репрессий. И это опасный процесс, который ну, очень нужно прекратить, завершить. Вот как, когда и что будет происходить, повторяю, я не пророк, но я уверен, что для того, чтобы мы находились не в стагнации, чтобы экономика успешно развивалась, чтобы общество успешно развивалось, для этого нужна конференция и экономическая, и политическая, нужны выборы с выбором, нужен реальный, а не имитационный парламент, реальные, а не имитационные партии. Это не потому, что кому-то вот что-то нравится, а это просто исторически так. Вот при феодализме очень богатый человек мог найти путь к министру. какому-то вельможе, богатый человек мог. Но когда развивается капитализм, появляется большое количество средней и мелкой буржуазии. Вот этой средней и мелкой буржуазии необходимы посредники, сами они в нужный кабинет не пробьются. А что такое посредники? Посредники это реальные партии, не имитационные, а реальные, это реальный парламент. Это я говорю к тому, что это совершенно необходимо. Это во многом сведено сейчас в коммитации. И здесь возможны какие-то вплоть до столкновений, возможны какие-то события. И очень мне хотелось бы, чтобы все-таки возвращение к соблюдению Конституции, сейчас мы здесь наблюдаем очень серьезный отход от соблюдения Конституции, возвращение к соблюдению Конституции в любом варианте 93-го или 2020-го года. Это предусматривает свободные демократические выборы, конкуренция политическая, конкуренция экономическая. Вот без этого мы не начнем успешно развиваться. А что такое страна, которая стагнация, 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 закончится плохо. Значит, рано или поздно этот выбор станет очень острым. Мне хотелось бы только, чтобы переход или возвращение к демократии, которая все-таки была при Борисе Николаевиче Юльцине, чтобы этот переход был бескровно, хотя, скорее всего, думаю, прольется хорошим. Но, тем не менее, по анализу вот такой нужно сделать все, чтобы необходимые перемены произошли мирно, все-таки произошли. Вот, и здесь очень большую роль играет просветительская работа, работа историков, политологов, экономистов. Вот, то есть наше дело никто за нас не сделает. Или мы его сделаем сами, или будут какие-то новые приключения, которых лучше бы не было. Так, вот я уже 45 минут надоедаю. Есть ко мне вопросы? Пожалуйста. Друзья, извините, у нас ведется, как и всегда, запись мероприятия, и все вопросы я попрошу озвучить в микрофон. Вот здесь. Добавляйся, Иван Абатур. Так, так. Вас хорошо слышно. Не, ну, в главных камерах слышу. Нет, у меня такой вопрос. А вот какова была судьба советской гуманитарной интеллигенции? Я имею ввиду, ведь советская система породила многочисленную гуманитарную интеллигенцию. Все эти те кто работали. В результате Марса Англиица Ленина, научного атеизма, туристическую, какая партийная, именно гуманитарная. Затем Комсомольские руководители, огромный этот слой пропагандистов и сотрудников газет коммунистических, ну, там, тоже оправдать. А вот последовательно, какова была их судьба вот таких людей? Вот это же десятка тысяч людей зенезовых, зенезовых. То есть с ерундах. От Москвы до последнего райцентра. В Москве была их судьба. Что с ними стало? Они сделали коридор. Сколько из них людей со второго нового системы стало, например, говорить, что социализм это было причем, когда они поговорили, что социализм это наше будущее, мы там идеями, и все такое. А сколько их не поняли, что как-то бороться с массой? Это было судьба интеллигентской массы. Вы упомянули институт марксизма-ленизма при ЦК КПСС, это был такой главный марксистский институт. Я там работал, был младшим научным сотрудником в секторе произведения Ленина. Меня Ленин интересовал, у меня несколько книг о Ленине. Но в основном они приспособиться не сумели, я бы так сказал. В общем-то книг, которые представляли ценность институт марксизма-ленизма при ЦК КПСС создавал очень мало. В основном это была пропаганда. Хотя, скажем, сектор произведений Ленина, где я работал, издал более 10 томов биографической хроники Ленина. Это очень интересное издание, где по дням, иногда по часам с отсылкой на источники описывается биография Ленина. Это издание в полунине можно и сейчас использовать, использовать, употреблять в своих исследованиях. Значит, это институт марксизма-ленинизма. Другое дело, скажем, институт истории СССР, АНССР, сейчас он называется институт российской истории РАН. Ну, первоначально, вот я говорил, поддержали на выборах Сахарова, академика Сахарова, физика, а потом преобладали настроения про-советские, про-коммунистические или нейтральные. сейчас в основном молчок, в основном молчок. Ну, люди боятся что-либо, а? Репрессии боятся, вот что боятся. Вот, и работы можно лишиться, и что хуже может произойти, боятся. С этим приходится сталкиваться. Кого-то выпирают из института, в том числе меня выперли, новый директор, а вот это было. Баханова заставили уйти, прекрасного специалиста Николая II, автор лучшей книги Николая II. Ну, вот так вот. Из института марксизма и ленизма при ЦК КПСС, вот, кстати, Владимир Пастухов, который часто выступает по еху Москвы, он уехал в Великобританию, но он работал в секторе произведений Маркса, они издавали произведения Маркса, на очень высоком профессиональном уровне. В общем, это издание, причем они издавали на языках оригинала, оно, оно, насколько я знаю, даже сейчас издается, вот там голландцы какие-то деньги дают, вроде бы, ну, и издание произведений, издание документов, это полезное дело. Значит, такое в институте марксизма и ленизма было, но в основном это была пропаганда. Вот так вот, наверное, я ответил на ваш вопрос. Молодых, вот, ребят, которые хотели бы разобраться, что было, установить правду, вот я на 30 лет работал на институте российской истории, ран, был заместителем директора, 8 лет, часто принимал экзамены в аспирантуру, я сталкивался, что, в общем, идут люди с самых разных взглядов, отнюдь не обязательно демократических, подчас с кашей в голове, причем, с чем я столкнулся, принимая экзамены в аспирантуру, что в советское время, вот когда приходили аспиранты, они о многом не могли говорить, просто, но опасно было, да, но знания были большие. Вот уже в 21 веке я сталкивался, принимая экзамены в аспирантуру, с тем, что говорить-то можно, вот эта свобода слова имеет место быть, но знания даже хуже. Как-то профессионализм, вот с этим я столкнулся. Я тоже. Меня зовут Иван Савицкий, вопрос вот такой. Вы говорили о том, что одной из серьезных ошибок, которую совершил Борис Ельцин, это не проведение декоммунизации. Так? А вопрос, собственно, а что эта декоммунизация этого дала? Вот смотрите, что такое декоммунизация? Ну, стоит вот у нас памятник Ленина на площади 5-го года, центральная площадь города. Да стоит и, слава Богу, это наша история. И что? И пусть стоит. Хотите сделать, вот новый памятник поставьте рядом или за углом или еще что-нибудь такое. То есть, как бы двигаться. Вот почему-то в Браге не стараются быстро все сносить. Она, видимо, за счет этого и красивая. А если взять каждый дом в отдельности, ну, вроде как ничего особенного. А в целом это вот что-то всегда какое-то. Вот в этом смысле. То есть, декоммунизация это что? То есть, вот у нас сейчас, грубо говоря, капитализм чиновников. По большому счету. Мы имели капитализм чиновников. при позием социализме мы имели социализм, ну, опять же, чиновников. То есть, той самой партийной номенклатуры. О том, что такое, как бы, капитал, однажды мне объяснил один человек Шамиль Казанчан. Будучи молодым человеком, я преподавал, ну, был ассистентом на карте директором сети Дмитрийского госуниверситета. Принимал экзамены. И одному из студентов в мире Казанчана я поставил двойку. По причине того, что он не произнес ни одного слова. Я его спрашивал, ты, что это деда, давай. Ага. Ну, и получил парень двойку. Сижу я на лавочке, курю, ко мне подходит мужчина такой солидный. Он говорит, вы такой-то такой-то. Я говорю, да, у меня по-моему просто садитесь. Так что он поставил моему сыну двойку. Вы поймите, говорит, вот я садий министр еду сюда из Москвы. Да был бы у нас капитализм, привал я на ваш университет. Я бы сыну оставил, капитал. А что я ему могла оставить? Кресло. Понимаете? То есть, денег как таковых не было, но кресло было. То есть, потоки денег, все равно они так и через кресло идут, как тогда и так и сейчас идут. Это среди коммунизации от этой причины. Спасибо. Постараюсь, попытаюсь ответить на ваши вопросы. Вот кому мешает памятник Ленина. Ну, это показатель того, кого мы берем за образец, берем за пример. У нас более десятки тысяч памятников Ленину. У нас в Москве улица, пять улиц Войкова, метро Войковской имени царя, цареубийцы, того негодяя, который здесь вот напротив в Патерском доме был среди тех, кто убивал. Ну, что вы хотите объяснить молодым людям? И Ленин хороший, и Войков хороший, и Николай Второй канонизирован вроде хороший, и, значит, это соединение несоединимого. Это, вот, я не закончил ничего. Это вот такая нравственная хозофрения, нравственная тупика, нравственная смута, если говорить о нравственной, аналитической, воспитательной стороне. Но есть и другие стороны. Если бы Ленин оставил партию запрещенной, не дало ей возродиться под другим названием, то не было бы октября 1993 года. Не провелась бы кровь. Именно коммунисты во многом подредактировали ту приватизацию, которую начал проводить намечил Гайдар. Причем коммунисты подредактировали так, что собственность стала переходить в руки парт-хозактива. То есть приватизация произошла, но она произошла по такому худшему варианту. Это показывали уже социологические исследования 1992 года. Она стала приходить в руки парт-хозактива. И главное, что все эти преступления, которые были совершены, предстали непределенно, они юридически не осуждены. Это дает юридическое право коммунистам говорить, что ничего не было, не доказано, решения суда нет. Это вот ваша личная точка зрения. и это создает атмосферу в обществе, в стране. Вы знаете, вот я вот был приглашен на съезд Единой России, как раз когда принимали стратегию 2020, вот программу стратегическую, не выполненную в прошлом году. Вот я ходил, смотрел на этих депутатов, которым предстояло перенять очень важную программу, партхозактив. Партхозактив по лицам, потому что они говорят, вот сотни депутатов, никто не говорит о программе, по которой предстоит жизнь страны. Это их не интересует. В зале, в зале ни одного микрофона, то есть это вообще не предусматривалось никакая дискуссия. Вот какая вещь. По сути, значит, ну, вот КПСС вступали ради карьеры, потому что занять какой-то должность и не быть членом партии было невозможно. И же самые люди прут в единую Россию в общем-то с тем же характером, интеллектом и проваливают программу за программой. И партия вроде не коммунистическая, а вот такая советскость очень даже чувствуется. про советский, про коммунистический, про сталинский настрой просто прет. И это приходит, это переводит к таким результатам. У нас сейчас социологические опросы показывают, что самым выдающимся деятелям, вот это опросы этого года, считают Сталином, положительно к нему относятся. Но если народ так думает, это честные социологические опросы, если народ так думает, то в стране может произойти все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому я и говорю о том, что и кровь возможна. Вот ведь как, вот зачем нужна, да, нужна декоммунизация, да, нужна при этом, нужно всероссийское покаяние, потому что вот коммунисты любят говорить, а мы не отвечаем за то, что тогда кто-то какие-то перехлесты, как не отвечают? Вообще для верующих людей вот существует связь временная, ответственность в том числе за предков. Но если посмотреть всех наших предков, то один участвовал там на стороне красных, другой состоял в коммунистической партии, а кто-то просто, значит, отмалчивался, ничего не сделал, ты же, вот в Екатеринбурге мы, да, 1618 год. Как народ отнесся к преступлению цареубийства? Они как? Они как? Ну, может быть, главная реакция была равнодушия. А кто-то и с радостью воспоминания фиксирует и то, что с радостью. Ну и что? Если мы вот останемся в таком интеллектуальном и нравственном состоянии, то в нашей стране может произойти все, что угодно. Все, что угодно. Нам это нужно? Мы ответим. Так, еще вопрос есть? Микрофон, подождите, подождите. Меня зовут Визиков Александр. Вот по вопросу этой коммунизации еще. Ведь главная задачка этой коммунизации это не столько уничтожение памятников Ленину и всего того идеологического советского наследия, сколько рассуждения самой идеи. Самой идеи социализма, самой идеи вот такого самой идеи опять-таки поделить, ну и собственно те преступления, которые были совершены во имя этой идеи. У меня вопрос будет немножко по теме, что вы думаете о выборах 96-го, были ли они спальсифицированы, или это был действительно тот выбор, который сделал народ. Спасибо. Значит, на первое, ну в основном я с вами согласен, можно создать музей Ленина, можно создать парк Ленинского периода где-нибудь в Горках, кстати, без ректори захоронить его туда. Но это должен быть объективный музей, не только восхваляющий и не столько восхваляющий, а говорящий преступления, значит, это можно. Конечно, 10 тысяч памятников быть не должно, да думаю, что вообще не должно быть. Это подыгрывает коммунистам, очень, это бесплатная такая вот реклама, скажем, условно. И такого количества названий нет. Вот я слышал, кто-то, кажется, говорил, что поставьте другой памятник, но не дают. Какие бои там из-за второго памятника Колчаку? Не дают, там чуть ли не сносят, вот насмерть встают, чтобы не допустить. Вот 10 тысяч памятников Ленину можно, там еще Гойкову можно, а попробуй сделать что другое. Это с таким трудом годами приходится добиваться сопротивления, значит, вот в различных органах власти, значит, никакого здесь равноправия нет. Реально вот такая политика проводится скорее прокоммунистическая, и это достаточно опасно, потому что ну понятно, что если говорить о реальном отношении, то реальное отношение к Единой России будет ухудшаться, в общем, их социологические исследования это показывают, и что тогда у нас Вторая партия коммунистическая, вот они сейчас выдвинули лозунг, я видел на улицах Екатеринбурга, отменить пансионную реформу, правильный и замечательный лозунг, я за это, но они это используют, я не видел в стендах, чтобы там яблоко было, то есть они это тоже говорят, но где стенд, значит, вот они могут воспользоваться вот какими-то такими моментами, они умеют, как популисты, выдвинуть какие-то вот такие лозунги, это опасность, у нас ведь нет двухпартийной системы, вот это вот самое надежное, что в истории есть, это вот тогда власть, это одна партия правоцентрическая, другая левоцентрическая, вот правоцентрическая более развивает экономику, потом эта партия надоедает, приходит левоцентрическая, которая повышает зарплаты, улучшает здравоохранение, потом развитие экономики замедляется, люди недовольны, приходит правоцентрическая, так в общем в самых успешных демократиях мира, значит, у нас одна партия, обрушение этой партии чревато событиями, которых лучше бы не было, вопрос все-таки стоит о том, чтобы, во-первых, конечно, у нас будет другая политическая система, я имею в виду многопартийную систему, но уже желательно не доводить до какого-то кризиса, вообще понимать, что происходит, а сейчас, ну, прежде всего, выигрывает КПРФ, это еще чем это, ну, второй такой эксперимент, страна не переживет, значит, это первый вопрос ваш, второй вопрос о выборах 19 сентября, правильно? А, 96-го, ну, ну, президент Путин сделал заявление, что они подтасованы, что на самом деле победил Зевана, очень серьезное заявление, ну, опубликуй документы, докажи, ну, нельзя вот так вот просто, нужны документы, нужны доказательства, это очень серьезное дело, подтасовка выборов, вот, что со своей стороны могу, могу, могу сказать, в институте российской истории, значит, где я работал, была запланирована книга о выборах 1996-го года, должен был написать эту книгу доктор исторических наук Злоказ. писал, писал, и в конце концов попросил отменить решение о поручении ему написать эту книгу, потому что первичные документы по выборам 1996-го года были уничтожены. но все-таки историки, ученые настоящие пишут по документам, вот, первичные документы по выборам 1996-го года были уничтожены. И он, в конце концов, пришел к тому, что он не может написать объективную книгу. Значит, как я помню, 1996-й год был красный пояс, красные губернаторы коммунисты, они подыгрывали коммунистам. В других областях иные губернаторы подыгрывали партии по правительственной. В каком соотношении это было, я не знаю. Вот, ну, у меня знакомая историк из Чечни, говорила, что там подтасованы были выборы, вот это она говорила мне. Говорила, что в Грозном только один участок работал официально, остальные участки неофициально, и вот от человека к человеку передавалось, где там подпольный участок, вот так она рассказывала. Я это проверить не могу. А вот, значит, так было в Чечне. Не знаю, я все-таки думаю, что в конечном счете наш народ скорее готов был поддержать все-таки Ельцин и Музыганова. Вот так вот. Может быть, там и был второй тур, потому что, значит, ну, Едерлинский откинул целый ряд голосов, он, в общем, блестяще провел президентскую кампанию 96-го года. Думаю, что он откинул какой-то, ну, понимаете, все-таки простой человек, он чувствует хозяина, чувствует решительного руководителя. Вот на уровне психологии, мне кажется, Ельцин переигрывал, переигрывал Зюганова. Вполне возможно, что все-таки выборы были в пользу Ельцин. Но нужно исследовать. Я прошу прощения, не вопрос, а не Фрест Парк. Меня зовут Никита Соколов, я работаю в Ельцинсентре. Значит, да, первичные документы нет, но остались документы психов в электронной форме, ими занимались математические статистики. Это некоторая специальная, особая специальность. Люди, которые на основании статистической жизненности могут сказать, насколько вероятен такой исход. Значит, это Сергей Спиркин, это Андрей Будзин. Пожалуйста, посмотрите их статьи, где они совершенно ясно дают понять, что некоторые фальсификации производились против Ельцин в некоторых регионах, но не имели решающего влияния на исход выборов 1996-го. То есть, в целом, выборы можно считать вполне честно выигранными Борисом Николаевичем. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что есть некая историческая логика и в том, что ДКЧП потерпел поражение. Вы знаете, когда я жил на Украине, один очень дотский украинец, меня подопытывался. С одной стороны, армия, ОМОН, КГБ, войска, а с вашей стороны, что? Ничего. И кто победит? Я ему еще до ДКЧП говорил, вы знаете, я понимаю, что здесь сила абсолютная. Но вот по ощущению, вот потому, что в воздухе у меня нет опять же ощущения, что демократические силы проигрывают. Вот несмотря ни на что. Вот очень важно, и историку это никаким прибором не измеришь. Вот что в воздухе? Что в воздухе? И думаю, что в 96-м году тоже все-таки ну сейчас если провести свободные выборы, я не знаю, что будет. Вот не знаю, такие настроения, но сейчас выборы не будут свободными. Вот 96-й год это еще доверие Ельцина еще недавно победы 91-го года. И если опять же говорить о вот среде, в которой, например, я находился, то слушайте, ну это же счастье для историка, возможность написать правду, опубликовать правду, пробиться в архив. А я работал даже в Центральном архиве в КГБ, ФСБ. Я в этой книжке описываю, как это вообще ну очень сложно жить было, очень сложно. Но одновременно были такие вещи, которые компенсировали все остальное. Стало возможным ездить за границей, посмотреть мир. Боже мой, я побывал на Святой Земле. Я верующий, побывал на Святой Земле. В советское время это было невозможно. Это было уже четыре раза. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. А вот, то есть вот вообще человеческая психология создана так, что мы как-то зачастую вот слишком эмоциональная, вот оглянешься как историк. Такие грандиозные перемены произошли, причем произошли именно под руководством Бориса Николаевича Ельцина. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Друзья, я предлагаю на этом закончить и перейти к подписанию книг. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 .